чувак ты не из финляндии ты такой горячий привет садись давай а самарь куда бросить ой ну что же здравствуйте дорогие телезрители шички телезрители шички да мы в питере подскажите где у вас тут суицидальные дворы суицидальные дворы до серебряков крайне рекомендовал серебряков крайне рекомендовал но я прошу прощения не являясь специалистом по серебрякову просто у него что будуть на днях очень годное интервью взял мне быть да мне зашло в друзья конечно не люблю а вот серебряков прямо зашел мне друзья сильно хвалили на тему того что это такой как бы единственный нормальный интервьюер как ну давай уже куда но как сказать в том плане который что не мне пытается рассказать про себя пытается выяснить про так сказать оппонента вот но я честно говоря ничего еще про него есть с него не смотрел но я тебе сразу скажу что научился не перебивать он совершенно недавно так как какой какой стороной мне кажется насрать да еще кто-то снес этот столб что ли чем стоит нибудь хотя может просто членовоз какой-нибудь старый я стал не заебался так еще и пожалуйста и спасибо зеленые стрелочки и сейчас поставили два этих что точно нельзя было проскочить а да раньше проскакивали да да я причем ну то есть у меня даже делика в принципе между одним и вторым так плотничком интересно как на каком-то микроавтобусе там на базу ну может там датчики стоят но стоят по-любому просто как бы тогда можно проскочить но знакомое зарядное устройство ну извините руки заняты так что-то где-то шипит компрессор слушай а на видео гараж кажется больше на видео кажется гараж больше ну здесь лишь я как бы этот второй этаж построил до этого здесь он же как оказался такой заруб он я построил вон каретка и корыто для лебедки ну каретка это за весь вот каретка чем с привозом вот лебедка здесь будет вот еще такой вот продольный рельс он там уже лежит вот и соответственно по нему будет ходить здесь будет к улевле стоит станка в раковину там верстаки сюда верстаки сюда вот там там тоже будет не в так небольшая комнатка гостевой тарходрома всякие парочки приезжают гости и как бы у меня тоже на своих как бы да я помню помню так ты это вырежешь ну и в общем а так блин так непривычно сука еще лишь отделка не доделана то есть вот здесь надо отделки сделать красиво снег много снега похудеть можно не у нас для нас для крыма это много я понимаю но в целом вот так процессе если меня потолок открыть их ночи 4 ленты когда я сейчас временно снял короче переделываю немножко коммутацию когда их все включая что конечно очень капец ярко сочетаю всего вот эти вот парочка там я смотрю ты теплый белый взял да а специально теплый белый взял мы чем вайт как которая она то есть нейтральный белый окажется как будто теплый 2 заебись он офигенный у него вешал быстрая подводка есть то есть два эти гидроцилиндра то есть быстро и медленно да то что то это это чисто подвести а вот это тоже качать он охренел и вообще 30 стоил на плесов намутил где-то две штуки по десятки новые то есть у меня же еще есть гидравлический трубогиб но его я круче 3 там нельзя намутить уже все распродали это там разобрали все в момент бляре он реально здоровый так он 30 стоит но я сюда удивляла как люди вот на авито продают короче трубогибы типа немецкие блять 110 тысяч ну блять кто купит гидроцилиндр застуду за 110 тысяч тут я не знаю не знаю кто то наверное купит а да дверь открыта ключей нет или есть полный оборот руля не делай если что ну понял это я че сейчас буду угонщик да турляша так понимаю чуть-чуть лево да но на самом деле там только выйдем главное вот там тебе не соскочить в следующую вот это твоя что вы сука шелезо на морозе даешь а ну да шпоньки новый день я даже не знаю что эта машина села у нас так нейтраль у него на паркинге она стоит да хуй это она за дверь пиздец а как это выглядит очень часто бывает кнопочка да хуй не у него нету ну и хуй но вы топ попробуй тормоз может она старая без неё попробуй тормозы на знание не прикольно хуй на хуй а вот так вот к хозе руси а посмотри afara У меня есть авто в паркинге, да? Да, выйдет сейчас. А то, что ты его на паркинге так подергал, это ему тачку не испортит? Ты же видел, что у меня колеса скользили. На снегу похуй. Ну да, как-то нет. При том, что, блядь, поносил он царскую власть во все... И как раз, кстати, даже больше обратила, чем, блядь, в ночи оттенческой. Ну, блядь, человек, собственно, живу в Таркову. Только в начале процентного века народу начали что-то давать, отпускать, потому что начали понимать, что если чуть-чуть не отпустят, то пиздец нагрянет. Конечно. Что, не так было? Нет. Нет? Нет. По учебнику Покровского, на котором строится, в принципе, весь советская и российская школы историографии, да? Я не учился в советской и российской школе. Да какая разница? То есть советы распространились свою историю на весь мир, да? Нет, почему? Ну, я учился по израильским учебникам. А как? Израиль, это просто облагороженный завод. Понимаешь? То есть... Ну, в Израиле сколько вообще интеграторов из Совка и из российских деревьев. Что вы говорите? Спасибо. Что говорят? Добрый мальчик. Что? Сказал, что в следующем доме. Нахуенно, ну. Добрый мальчик. Сервис, сука. Я не закрыл, с вашего позволения. Да ладно. Мам, поехали. Я такую возьму. Мы не выйдем отсюда. Насы. Пошел к чему испугать. Вот. Есть. Вот. Да, да. Да, да. Ну, блять. Да, да, да. Вот. Да, да. Вот. стройка наше все и собачку запирай она не сама не потому что раздолбали разъем долбает дверью и по этой же причине доводчик не работает то есть она не закрывается и не закрывается и не открывается а я так понял я думал тут накормят прямо вообще-вощи опускайся перекусить купит а потом где-нибудь как найдем кафешку восстановим купи себе бухту медных проводов и кусачки все такое чайбата чайбата луковая это как его называть булка итальянская мы спасители мира нам правда вот туда надо ехать сейчас поедем обратно пацанов потащим так трубочка просто пиздец как давно свежие что-то я стесняюсь и доедать трос в смысле этот наш наверно да не у меня отпуск это в прошлый раз было мой блядь был новый строс сейчас будет старый как по возможности его держи натянутым он полиамидный он не будет дергать вот просто чтобы его об асфальт не это не затереть до состояния не нового вопроса а то услышишь крик из делики такой истошный даже через закрытые стекла вот пишет макс уже не смешно поконим странно как он не орал но если бы это было я я бы услышал тросу только жалко трос денег стоит это чё на память сложить ну типа того ну давай давай подрежь наш родненький будешь блять стоять нахуй с восьмеркой в бочине возьмем пускай человека возьмем ульяне живой лес парковки спуститься прикольно такая же тема у нас на и петре практикуется ну уже не так и страшно можно в принципе прыгнуть да тут уже можно саша как туда спускаться если я камеру раню ну я думаю в беседку выпускали точно такое лицо серьезно как будто ты на паспорт фотографируешься ну и чё куда теперь ну и чё куда теперь иди спрашивай мне любопытно угадал я или нет штукарь я сказал молодец ну чё прыгнем макс ты мой рюкзак понесешь ну а у меня alguna выбор есть хотя можно и кстати с ним сплавится папочка маш нацист перспиши на меня дает и за 35 смысле жене сразу'! можно оптите она ф rude где вот отarte Ну ты ори хоть, чоли! Северо-питерский темперамент, напиши аттракцион и спустят все бабки, сразу видно, народ неискушенный, как дети малые. Медленно передвигаетесь, Евгений. Ну чё, ясельная группа, поехали? Ну, а пойдём так? На хуй. Или ты хочешь через вход? А какой понт там чесать, ну то же самое только сбоку, или в профиль там как хочешь. Ладно, пойдём, пойдём. Пуэрени как-то ехать. Ой, блядь. Ебаный насос. Покажите до двери. Это пизда. Да, блядь, ненавижу, сука, эти ебаные пистолеты. Кто, какой пидорык придумал. Твою мать. Не, ну ты глянь. Ты видел эту пидоростею? А? Ты видел эту пидоростею? Какой гандон придумал этот пистолет? Что у него, блядь, вот собачка, но она их хуй не держит, блядь. Чё, прям вообще не держит, а? Ты чё, читер что ли? Так, надо что-то пожрать взять. Ну ладно. Какая она? Четвёртая. Потом подъедем и походим. Завтрак чемпионов. А? Именно что, чемпионов. Да. Завтрак выживших. О, пэк, кек, чебурек. Что? А, ебучая транспортная компания, которая постоянно, блядь, с хуйней страдает, мало понятно. Жека, слушай, пока, это самое, ты покурить не хочешь? Или потом покурить? Ну, потом? А что? Ну, можно и сейчас покурить. Говоришь, что надо. Ну, пока ты покуришь, поменяем этот носочек. Просто там одному надо пальцем будет затыкать, чтобы не выливалось. Ага. Да давай потом, сейчас поедим тогда. Ну, погнали? Наши городских. В сторону деревни. Да. Они спереди, вернее, мы спереди, а они сзади. Да, наши впереди, городские сзади. Бутуженская Герстья. Бутуженская Герстья. Ну, хреново, что ночью. Блин, не видно. Да. Да. А то там... Зато северное сияние, да, увидели. Ну, то его, конечно, точно не крутят. Да, не видать. Да и свет уже. Сука, первый раз в жизни увидел северное сияние. Я никогда, я думал, вообще не увижу этого. В живую. Реально круть. Конечно, не то, что там, там совсем за полярным кругом. Ну, да, у нас бывает разноцветное, там такое нормальное. Ну, здесь обычное зеленое было, но все равно. Красота. Охуеть. Ну, что, у нас тут все. Чуть-чуть отвалилось. А так все нормально. Да, столько снега в Крыму было лишь раз. В 87-м году. Ой, сейчас столько заселиться, блядь, и там хоть трава не расти. Хочется дико писать, какать, есть и спать. Нихуя больше не хочется. Сейчас отоспимся, отожремся. И потом можно будет, короче, ехать ломать кости на горболыжках. Да, жизнь меня к такому не готовила. Искать магазин. Жизнь не искать, идите в продуктовый магазин. Все магазины начинают работать с 10. Ты не снял какой-то продуктовый магазин? Да, вон он, короче, продуктовый магазин. Как туда попасть, это вообще очень большой вопрос. Кафе Бестро. По-моему, вопрос решен. Что-то они не знают. Все же пенное. Так, и что тут? Здравствуйте. Не, ну очень, конечно, все интересно. Все здесь обстоит. И как бы... У вас в Израиле как-то иначе? У нас в Израиле все идентично. Точно так же. Открывается все в 11. Тоже северный народ. Ну, короче, куда-то надо, видимо, туда. Ну, да. Ну, дорога налево. Спросили у тети в одной, а почему у вас так поздно? Типа все открывается, она... Ну, типа, как бы... Это вам не ебаный Крым. Это полярный круг на секундочку. Здесь люди спят. Здесь люди спят, да. Вместе с медведями. И балалайкой. Забавно выглядит желтый снег. У нас его... Что там у тебя, блядь? У нас его нету просто снега. И не видно, как собаки ссут. А тут видно. Вообще, гля... Ты понял, да? Это ж сколько, сука, выпить надо, чтоб все, блядь, обоссать. Ну, до головы. Ебнуться можно. Ну, не писано. Ааа... Нет. Ааа... Не писано, не писано. Ну что же, дорогие мои телезрителюшечки. Совсем забыл сказать вам, что... Собственно, чпоньки и новый день. А мы, в общем, пешочком... Нарим куда-то вверх. Не представляю пока, как и куда, но... Вон подъемничек есть. Все огонь. Что-то добудет. Что-то добудет. Не, видон, конечно, заебись. Чего уж тут говорить. Вообще, Питер надо было нассать. Потому что Питер же как-то... Пить в Питере? Пить, бьешь и ссышь. А что это, не вытоптали? Вообще, ни хера, ни по-пацански. Ну, блядь, и там тоже все. Тут, наверное, для особо упоротых. Гора. Вообще не объезжена ни грамма. Чтобы харю не заморозится. Только мне по балде дало. Не по балде, поэтому по... По шлему, да? Ну, по очкам тоже, что ли. Звукоизол хороший, кстати говоря, да? Забавно. Да, да, да. Я тоже удивительный. Что? Звукоизол хороший. А, да. Поставь все такие в машину. Всем. Что? Поставь все такие в машину. Звукоизол хороший. Дворниками зашоркается. У тебя что там, подшлемник, что ли? Нет. У меня дома подшлемник остался. А, что это у тебя одет справа? Где? Нет, справа на резинку у тебя одета на очках. Так, вот это? Вот, вот. А, это это, чехол точков. Ага. Подшлемник, если тебе нужен был, надо было сказать, у меня есть. Ясно. Причем теплый. Но дома уже. Та, ладно. Что там, видно хоть что-то? Севач. Да. Что там. Как ты, Макс? Как ты, Макс? Севач, совсем не любит ситуации, которые он не контролирует. А мне-то какая-нибудь... Это пиздец. Перчатки не те. Сейчас напитается снегом. Ну чё... Ну чё, прикольно. Для первого раза. Стремно, конечно. Когда сильно быстро ты дуешь. А так ничего. Сейчас сноубордисты набегут. Как там... Комары налетят, тараканы набегут. Нарассказывают, как правильно надо было. Оп. Ну мы уж легких путей не ищем. Что-то пацаны там вообще под застряли. Наверху. Фух. Начинает получаться. А я не про тебя, я про себя. Не, ну классно же отдыхаем, да, Севыч? Давай газ в пол. Давай газ в пол. Красиво умерла. А то... Чё теперь... Эй, подожди, твоя очередь. Оп-оп-оп. По чётенькому. Подписчики не поймут, если будет нечётенько. Так, слушай, предлагаю завтра на снегоходах не в десять утра, а в час выехать. Да, я думаю, что это даже лучше. Деловая колбаса, глянь. Первый раз с кубарем летел, а теперь уже по телефону пиздит. Всё, да, давайте. Спасибо большое. Кто говоришь? Говорю, деловая колбаса, первый раз с кубарем летел, а тут уже по телефону пиздит едет. Так, складываюunge металл. Ладно, я попиздил. Давай. С нет. Давай. Угу. Чё. Серёжь, тёринг圈. не охрененно конечно чего что говорить никогда не понимал горнолыжку пока не попробовал первый раз стал на эту херню и уже раз где-то на на 70 наебнулся отбил сраку вывихнул левую щиколотку растянул сухожелие правого колена отбил лоба локтя зачерпнул ебалом в снег уже раз пять и уже когда я понял чё к чему что вот это вот как бы вот этот маневр он самый да блять вот так всегда когда хоть показать получается такой вот этот маневр торможение ну да 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 захочешь побыть блять экспертом во все получится ну короче вот так вот самый работающий не наклона вперед ничего не надо короче потихоньку потихоньку сначала разберешься какое усилие надо прилагать для того чтобы такого блять уклона не слететь на 200 километрах час и где-нибудь в забор сколько не размазаться потом блять а потом уже и нравится начинает хренчик блин городок-то маленький вообще короче маленький я думал он хотя бы как саки хотя бы тысяч тридцать многие сегодня будут болеть просто пиздец просто пиздец как будут болеть если я на второй этаж заеду на своих двух все хорош блять забавно ни одного заниженного таза ни одного низкого профиля нигде очень забавно это наблюдать наверное это с чем-то связано